Кинетическая энергия Первое. Определите кинетическую энергию Земли, если ее масса 6 умножить на 10 в 24 степени килограммов, а скорость движения вокруг Солнца составляет 30 километров в секунду. Запишем краткое условие задачи. Масса Земли равна 6 умножить на 10 в 24 степени килограммов, скорость равна 30 километрам деленной на секунду. Необходимо определить кинетическую энергию. Переведем систему Си. 30 умножить на 10 в третьей степени метров деленной на секунду. Решение. Запишем кинетическую энергию. ЕК равно масса Земли умножить на квадрат скорости разделить на 2. Подставим численные значения, вычислим. И запишем ответ. Кинетическая энергия Земли вокруг Солнца равна 27 умножить на 10 в 32 степени джоулей. Задача вторая. Автомобиль массой 1000 килограммов уменьшил скорость от 20 метров в секунду до 10 метров в секунду. Определите работу, равнодействующей всех сил, действующих на автомобиль. Запишем краткое условие задачи. Дано. М равно 1000 килограммов. В1 равно 20 метров деленной на секунду. В2 равно 10 метров деленной на секунду. Необходимо определить А. Решение. Запишем теорему об изменении кинетической энергии. А равно ЕК2 минус ЕК1. Учитывая, что ЕК2 равно МВ2 в квадрате разделить на 2, а ЕК1 равно МВ1 в квадрате разделить на 2, запишем теорему об изменении кинетической энергии в следующем виде. А равно МВ2 в квадрате разделить на 2 минус МВ1 в квадрате разделить на 2. М разделить на 2 вынесем за скобки. Запишем. А равно М разделить на 2 в скобках В2 в квадрате минус В1 в квадрате. Подставим численные значения, вычислим и запишем ответ. Работа равнодействующих всех сил, действующих на автомобиль, равна минус 150 кДж. Третья задача. Пуля массой 9 граммов, пробив доску толщиной 5 сантиметров, снизила свою скорость от 600 метров в секунду до 200 метров в секунду. Найдите силу сопротивления движению, считаешь ее постоянной. Запишем краткое условие задачи. m равно 9 граммов, d равно 5 сантиметров, v2 равно 200 метров разделить на секунду, v1 равно 600 метров разделить на секунду. Необходимо определить силу сопротивления. Переведем систему Си. 9 умножим на 10 в минус третьей степени килограммов, 5 умножим на 10 в минус второй степени метров. Решение. Запишем формулу работы. Работа рана минус в силу сопротивления умножить на d. Выразим отсюда силу сопротивления. f сопротивления равно минус a разделить на d. Запишем теорему об изменении кинетической энергии. a равно eK2 минус eK1. m разделить на 2 в скобках v2 в квадрате минус v1 в квадрате. Вычислим работу. Работа у нас равна минус 1,44 килоджоулей. Подставим значение, вычислим силу сопротивления. И запишем ответ. Сила сопротивления равна 28,8 килоньютонам. Задача четвертая. Тело массой 10 килограммов движется вдоль оси ОХ по 10 постоянной силы. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела на эту ось от времени. Определите кинетическую энергию тела в момент времени 4 секунды. Запишем краткое условие задачи. Дано m равно 10 килограммов, t равно 4 секунды. Необходимо определить кинетическую энергию. Решение. Запишем формулу кинетической энергии. ЕК равно mv в квадрате разделить на 2. Из графика видно, что за 4 секунды скорость равна 8 метрам в секунду. Подставим численные значения, вычислим и запишем ответ. Кинетическая энергия тела в момент времени 4 секунды составляет 320 джоулей. Задача пятая. Какую работу совершают силы сопротивления при остановке автомобиля массой 3 тонны, движущегося со скоростью 54 километров в час? Запишем краткое условие задачи. m равно 3 тонны, v1 равно 54 километров в час, v2 равно 0 метров в секунду. Необходимо определить а. Переведем систему Си. 3 умножить на 10 в третьей степени килограммов. 54 километра в час равно 15 метров в секунду. Решение. Нарисуем рисунок. Запишем теорему об изменении кинетической энергии. Работа силы сопротивления равна a равно eK2 минус eK1. А равно mv2 в квадрате разделить на 2 минус mv1 в квадрате разделить на 2. Вынесем за скобки m разделить на 2. Запишем. a равно m разделить на 2 в скобках v2 в квадрате минус v1 в квадрате. Подставим численные значения. Вычислим. Запишем ответ. Силы сопротивления при остановке совершают работу. a равно минус 337,5 килоджоулей. Задача шестая. Масса грузовика в 20 раз больше массы легкового автомобиля. А скорость грузовика в 5 раз меньше скорости автомобиля. Сравните кинетические энергии автомобиля и грузовика. Масса грузовика в 20 раз больше массы автомобиля. Скорость автомобиля в 5 раз больше скорости грузовика. Необходимо сравнить кинетические энергии автомобиля и грузовика. Решение. Запишем кинетическую энергию для автомобиля. ЕК автомобиля равно масса автомобиля умножить на скорость автомобиля в квадрате разделить на 2. Запишем кинетическую энергию, которая обладает грузовик. ЕК грузовика равно масса грузовика умножить на скорость грузовика в квадрате разделить на 2. Разделим кинетическую энергию автомобиля на кинетическую энергию грузовика Преобразуем формулы, получим и запишем ответ Кинетическая энергия автомобиля больше кинетической энергии грузовика в 1,25 раз Задача седьмая С какой скоростью движется пуля массой 10 граммов, если при выстреле она получила кинетическую энергию 3200 джоулей Запишем краткое условие задачи m равно 10 граммов, е кинетическое равно 3200 джоулей Необходимо определить скорость v Переведем в систему C 10 умножим на 10 в минус третьей степени килограммов Решение Запишем формулу кинетической энергии е к равно mv в квадрате разделить на 2 Выразим v в квадрате v в квадрате равно 2 е к разделить на m Подставим численные значения, вычислим и запишем ответ Пуля движется со скоростью 800 метров в секунду Задача восьмая При движении со скоростью 72 километра в час тело имеет кинетическую энергию 600 джоулей Чему равна масса тела? Запишем краткое условие задачи Скорость равна 72 километрам в час Кинетическая энергия равна 600 джоулей Необходимо определить массу m Переведем в систему C 72 умножим на 1000 и разделим на 3600 72 километра в час равно 20 метрам в секунду Решение Запишем формулу кинетической энергии е к равно mv в квадрате разделить на 2 Выразим массу m m равно 2 е к разделить на v в квадрате Подставим численные значения Вычислим и запишем ответ Масса тела равна 3 килограммам Задача девятая Дельфины очень быстроходны За 10 секунд дельфин может проплыть в 150 метров Какова масса дельфина, обладающего при такой скорости кинетической энергии, равной 9 килоджоулем? Запишем краткое условие задачи t равно 10 секундам s равно 150 метрам e кинетическое равно 9 килоджоулей Необходимо определить m Переведем в систему C 9 умножить на 10 в третьей степени джоулей Решение Запишем формулу кинетической энергии е к равно mv в квадрате разделить на 2 Выразим m m равно 2 е к разделить на v в квадрате По условию задачи нам неизвестна скорость движения дельфина Скорость движения мы определим из формулы s равно v умножить на t Выразим скорость Скорость равна s разделить на t Подставим численные значения Вычислим Скорость дельфина равна 15 метрам в секунду Подставим численные значения Формулу нахождения массы И запишем ответ Масса дельфина равна 80 килограммам Сегодня на уроке вы научились применять формулу кинетической энергии При решении задач е к равно mv в квадрате разделить на 2 Урок окончен До свидания Субтитры создавал DimaTorzok